Махаон, одна из самых крупных и красивейших бабочек европейской части России, относится к роду хвостоносцев, семейства парусников. Иногда махаона путают с подолирием, но у последнего совсем другой рисунок на крыльях. Отличаются бабочки поведением. Если махаона легко разводить в неволе, то самки подолирия категорически отказываются откладывать яйца. Махаон встречается в Европе, Азии, Северной Африке и Северной Америке. Его место обитания луга, опушки и поляны в лесах. Залетают он в сады и городские скверы. Как же живет эта прекрасная бабочка? И с какими трудностями и опасностями ей приходится сталкиваться каждый день? Зимуют махаоны в стадии куколки. И в конце апреля или начале мая уже начинают летать. К этому времени также довольно активно зимующие во взрослом состоянии многоцветницы, углокрыльницы, павлиний глаз. Выходя из куколки, самцы начинают активно искать самок, а после спаривания долго не живут и погибают через один-два дня. Самки переживают своих партнеров на пару недель, пока не отложат около двухсот яиц. Однажды мне попалась самка, отложившая более четырехсот. Но это исключение. Яйца откладываются на второй день после спаривания, на кормовые зонтичные растения. Одиночные, иногда по два-три. На девятый-десятый день из яиц прогрызаются личинки. Растут они около 25 дней, периодически линяя. В случае опасности гусеница выдвигает позади головы железу, называемую асметрией, при этом выделяя сильно пахнущую жидкость. Так защищаются молодые и средневозрастные гусеницы. А гусеницы старшего возраста этого не делают. Почувствуя, что пора окукливаться, гусеница взбирается на подходящую ветку, опоясывает себя пояском и сбрасывает шкурку. На это у нее уходит в зависимости от погоды от полутора до пяти суток. Выход бабочек можно ожидать через две недели после окукливания. Больше всего махаонов гибнет не от клева пернатых или жвал крупных стрекоз, а от маленького наездника, который всюду рыскает, выискивая куколки махаона, и нашпиговывая их яйцами. В одной из куколок было найдено 84 готовых к выходу паразита. При удачном стечении обстоятельств второй раз махаоны летают в середине лета. Если осень теплая, то из части куколок в начале сентября могут вновь появиться бабочки, которые отложат яйца. В последние годы этот риск вполне оправдан, и личинки успевают вырасти и окуклиться до наступления холодов. Вот так и живет наш дивный махаон, радуя нас своей красотой.